Масло. Сначала лицо намазать маслом. Основой. Виноградные косточки. Или миндаль. Любой. Для сухой кожи лучше взять миндаль. Для жирного лучше взять виноград. И намазать лицо маслом. Ну, не густо, а так, как чуть-чуть. И потом хватит уже чуть-чуть вот этого крема. И он так более действенный, как говорят косметологи. Да, и кожа уже не сухая, и уже вообще сухая. Ладно, возвращаемся к нашим ресурсным людям. К нашим бизнес-ориентированным партнерам. Поскольку люди ресурсные, им нужен определенный подход всегда. Это не просто так человек, которому сказали, найди. Да, да, да. Тут тоже вот такая тонкость. Кому-то нужно помочь, а кому-то нужно лучше. Вот с ресурсными людьми с ними там. Они могут тут же в какой-то момент подумать, что мы хотим им попользоваться. И мы там свой бизнес сделаем. То есть надо обязательно показать, что это его бизнес. Я всех за ним расскажу. Я вообще всем говорю, что с тобой и без тебя я свои цели придумаю. Если тебе тоже хочется куда-то прийти, пойдем со мной. Вот такие могут. Вот что-то человек не думал, что-нибудь. И еще, тоже вот с ресурсными людьми такая интересная история. У него могут быть цели гораздо круче ваших. Вот это... Да, это классно. Это шикарно. Поэтому, да, ему могут быть более крутые возможности. Поэтому там вот в роли прям наставника-наставника, может быть, он вас не видел. В этом нет ничего обидного, в этом нет ничего поссорного. Это будет хорошо. На самом деле это очень-очень просто. А если попался вот такой человек, который не видит во мне наставника, он видит, что я мелко плаваю, как вы его не потеряете? Ну, во-первых, его нужно зарегистрировать, пока он не видит ваше спид-плавание. Он уже подписан. А во-вторых, его можно приводить на более высшестоящих наставников. Пожалуйста. Есть уроки. Скажите, я не обраклаваю. Не надо говорить, я мелко плаваю. Нет. Нет, это хорошо. Что я новичок, допустим, да? Да, давай я. Ну, это можно проговаривать с людьми, да. Можно, если вам можно это. На идею, пригласите на идею. Да, самое главное не говорить, что я новичок. Ну, допустим, я познакомился с этим бизнесом недавно. Но у меня далеко идущие планы. И сейчас у меня, в отличие от всех остальных, есть время для того, чтобы уделить тебе больше времени. Через год, через два, когда у меня будет большая команда, у меня времени уже не будет. На самом деле, и у лидеров времени нет, чтобы заниматься с новичками, да? Поэтому, как бы, когда вы эту мысль поймете, что это, что вы для него вообще находка, потому что вы только начинаете, у вас далеко идущие планы. У вас есть план достижения, наш бизнес-план, это план достижения, ну, любого количества денег, на самом деле. И когда человек поймет, что, и самое главное, ему говорят, что я доведу тебя до результата, я туда иду, я туда с тобой или без тебя, я туда точно приду. Но сейчас у меня есть возможность взять тебя за руку и идти, если у вас есть уверенность в том, что вы, куда вы идете и куда вы найдете, человек пойдет присоединится. Ну, как бы, люди присоединяются на силу. К уверенным людям. Да, к уверенным людям. Знаете, я всегда рисую гору. Когда мне говорят, это очень хорошая литафора, ее люди сразу понимают, когда мне говорят, что, ну, вот здесь вот, вот здесь вот стоит, ну, так, Лена Полянская, Ирина Журавлева. Они вот здесь, у них уже место под солнцем. Они, вот, вот здесь вот стою я. Вот здесь вот стоишь ты. Я только что прошла этот путь. Я знаю каждый шатающийся камушек, каждое скользкое место, да, в тропу, каждый на сломанной пусте. Вот, вот я только что прошла, да. А вот этот человек, он уже забыл, как он здесь шел. Ирина Полянская шла здесь 22 года тому назад. Вот. И вот так вот сверху кричать, давай, иди сюда, здесь легко, здесь здорово. Вот, ну, да, это здорово. Друзья же прошла, и ты сможешь. Давай, поднажми. А я тебе скажу, вот здесь осторожно, вот здесь аккуратно, вот здесь дай мне руку, пойдем вместе. И как ты хочешь видеть своих наставников и своих партнеров. Ну, есть вышестоящие наставники, которые могут еще и по-другому рассказать. А здесь уже на события приходите, вам расскажут, как все здорово. Какой был легкий путь, прекрасный, как солнце светило каждый день, да. Как все не тяжело, как все. И сделаем. Вот. Значит, что мы предлагаем бизнес-ориентированным партнерам? Мы предлагаем ему идею, в первую очередь, потому что не все, даже предприниматели, понимают идею МЛМ. И я сталкивалась с людьми, которые всю жизнь в бизнесе, когда я говорю МЛМ, они говорят, о, пирамида. Поэтому. Или, а, я понял, ты на мне нажиться хочешь. Говорит человек с миллионными доходами. Я хочу на тебе, на конечную, сколько твоих миллионов оттягать. Да. Рассказать о компании обязательно. Вот. Рассказать идею глобальную, экологическую. Потому что предприниматели, люди с предпринимательским мышлением, они эту идею возьмут. Потому что это сейчас тренд, это самое новое, что есть на свете сейчас, это экология. Сейчас все про экологию. Поэтому, и действительно, рынок абсолютно еще не насыщен, только начинают наполняться. Поэтому можно быть первым, но это очень здорово. Ну, естественно, рассказать маркетинг-план, отстроиться от остальных компаний. Человеку расписание событий, бизнес-событий, в бизнес-чат подключить и так далее. Там инструменты рекрутирования, рассказать, что помочь на первом шагу не сделать ошибки какие-то глобальные. Открытие валька с салфетками, только у меня один дядя рассказал. У меня есть варек, я могу взять салфетки и поставить туда. Он потом поделит. Что вы ему сказали? Я сказала, что это противоречит гипер-этике компании. Да, карьеру компанию. Но это на самом деле противоречит карьеру компанию. И в принципе, с таким вещью, я не знаю, как вы в начинающих компаниях или в компании, в которой уже твердо соревновались, такие вещи тоже не будут. Вот то, если вы торгуете в розницу. То есть, если ты хочешь торговать по финальной экспресс-курсе, по 30 рублей, продай в по 150 рублей, то у тебя будет гораздо более интересная маржа, нежели ты будешь за... Купить на 40 тысяч, получить 14. Со мной согласились. Учимся строить команду. Значит, поскольку вы на бизнес-ориентированных партнеров тратите 80% своего времени, да, и вы в принципе тратите на это время, и человек получает от вас такой ресурс и знания, который позволит ему зарабатывать очень большие деньги, вы имеете право тут в этом случае с человеком спросить. Вот имеете право, да, потому что там спросить действия. Мы его, мы... А, мы свои команды. Мы свои команды, конечно. Надо сразу договариваться. Что он готов делать, что он готов делать, в чем будет заключаться моя помощь и какая будет отдача от него. Я в таких случаях договариваюсь с таким образом. Я эту таблицу уже рисовала сто раз. Может быть у кого-то она уже не есть. Давайте еще раз. Дата. Дата. Звоните. Встречи. Встречи. Результаты. Можно примечания. Можно в четыре колонки. Можно эту колонку объединить. Соответственно, количество звонков, количество встреч. По результатам встреч. Вот знаете, когда человек говорит, что у меня не получается, или никому ничего не надо. Когда человек говорит, что у меня ничего не получается, никому ничего не надо. Очень удобно сказать. Неси табличку, будем разбираться. Вот я вам сто процентов могу дать, что эта табличка у него пустая. Она не заполнена ни разу. Вот если у человека ничего не получается. Значит, там либо одна на энтузиазме. Сегодня пятая. Звонков два. Встречь ноль. Результаты. Одна бессонина. Да. Или одна бессонина. Но, скорее всего, даже... Я не помню, где она у меня лежит. Вот, скорее всего, так. Очень удобно. И самому себе тоже неплохо такое сделать. Начинать с себя. Да. Даже если... А потом показывать своим партнерам. Это стимулирует кровоти самому. Да. По поводу того, как долго мы наставники. Ну, вот я уже предпоситывала на то, что люди почему-то не хотят подключать наставника к встречам и переговорам. Хотя сейчас я, когда людей подключаю, вот сейчас непосредственно, да, или даже там с выдушами своими по новой начинаю работать, я говорю так. Как вы составили список знакомых, тащите его мне, мы будем с ним работать. Сразу со списком знакомых работайте. Вот, если вы мне не доверяете, тогда составь список знакомых, поработай со своим мужем с этим списком. Или со своей подругой, или со своим там братом, не знаю с кем. Вот, чтобы кто-то другой, другими глазами посмотрел на твой список и проставил там галочки. И потом уже зови меня на встречи, на какие-то переговоры. Вот, новичку вообще нет. Ну, я не знаю, наверное, у всех такие истории были, да, что человек новенький, он подключился, глаза горят, он бежит там, я, да, вот у меня там, и потом он вам звонит, я предложил пойти. И вот у меня вчера с девушкой разговаривала буквально на работ, я шести знакомых своим предложила, и шесть человек не сказали мне. А что ты им сказала? Да, я говорю, а почему ты без меня делала предложение? Надо, наверное, сразу договариваться, когда регистрируешь новичка. Да, я теперь так и говорю. Ты сразу ко мне заходишь со списком знакомых, мы выбираем по этому списку людей, мы с ними созваниваемся, мы с ними встречаемся вместе. Как долго, да, есть такие в компании стандарты, что недели достаточно, да, три дня на ознакомление с маркетингом, с продуктом, и два дня работы с наставником, два дня наставник просто слушает, человек сам работает. Ну, это такие звездные варианты. Я где-то в течение месяца, я всем обещаю, что в течение месяца я буду твоей поддержкой, опорой. Но если ты этот месяц просто прохлопаешь ушами или просидишь у телевизора, то, ну, там уже по ходу дела. В конце концов, это на улице. Ну, естественно, не откажешь. Как откажешь? Наставник сетевого маркетинга – это, с одной стороны, большие возможности, с другой стороны, это небольшое проклятие. Потому что, как бы, да, на самом деле так, потому что как бы там структура, ну, или кто-то там, партнеры, как бы они себя не вели, все равно мы будем их всегда прощать, и если они хорошо работают, мы всегда им рады. Так, так получается. Вот, почему очень важно быстро человека запустить? Потому что все идут на человека, и вот если я, например, кого-то… Вот если бы Надя со мной, там, походила полгода, и я бы полгода приглашала Надю, там, на… Ну, во-первых, Надю был с тобой. Вот. Во-вторых, могли бы получиться такие вещи, что… Ну, я, допустим, понравилась Надине. Ну, вот мое предложение приняли, а Надина не приняли. Может такое быть? Может. Мы же не всем нравимся, да, мы же не добрые. Вот. И я тоже понимаю, что… Я с человеком общаюсь, у меня там, например, девушка есть молодая в команде, и сейчас у нее такой устойчивый спад. Я ей говорю, приглашай на встречу со мной. Я не знаю, что ее останавливает. Может быть, возраст. Может быть, она… Ну, что там это баллы там? Скажем. Да, может быть, из этих соображений. Может быть, она считает, что вот девчонки молодые, она лучше им донесет. Но не получается лучше донесеть. У меня был такой случай, да. Я считала, что у нас там никогда не приглашаю, и мы не должны кого-то стараться. И у меня один раз только какой-то такой случай. Я говорю, ну, давай, и глаза горят. То есть наставник, он говорит, не надо никому. Никакого наставника, у меня тебя хватит. Вот сразу на раз и закрылась. Есть люди, которые принципиально не хотят проводить трехстороннюю встречу. Потому что они понимают, что нас двое, он один. Да. И это тоже. Да. Ну, с такими людьми нужно играть в ролевые игры. То есть, первое, я вот как сейчас работаю со с ними. Я говорю, напиши сочинение, почему Гринвейд через себя, через свою историю. Почему ты, ну, сегодня. Второе, изучи суть сетевого… Я его спрашивала. Еще раз написать, что он… Сочинение, почему я Гринвейд через свою историю. То есть, человек начинает разговаривать вот с этого, почему я сегодня вообще с любым человеком. Второе, самому понять суть сетевого. Сегодня я как раз на эту тему хотела поговорить, да, о том, что все мы занимаемся сетевым макетингом. Осознаем мы или не осознаем. Да. Потому что у нас сеть аптек, сеть магазинов, сеть… Это самое… И все мы занимаемся рекомендациями хороших продуктов. Но мы это делаем… Ну, основная масса людей делает бесплатно и непрофессионально. Но является участником сетей. Сегодня в нашем деле не быть участником сети практически невозможно. Вы согласны, да? И человек это доносит. Я тебе предлагаю заняться этим профессионально. И за рекомендации получать деньги. Пожалуйста, на Ютубе набери… Выбери… Ну, набери про сетевой маркетинг. Выбери наиболее… Ну, изучи суть, короче, сетевого маркетинга. Я всем рекомендую вот эти 12 строков на салфетках Дон Фейла. Есть аудиокнига. Прослушай, чтобы ты вообще понял, что это такое. Если ты сам не поймешь, тебе будут приходить люди, которым ты не сможешь донести, и которым ты не сможешь понять. Если ты сам поймешь суть сетевого… Я его спрашиваю, вот как ты понимаешь сетевой маркетинг? Людям важно задавать вопросы. И он поймет, что он не понимает. И есть над чем поработать. Поэтому нужно как можно быстрее обучаться самому, чтобы самому уже приглашать партнеров без наставника, самостоятельно самому стать наставником. Вот. Это я к тем, кто не хочет приглашать на встречу с наставником. Я говорю, не торопись людям рассказывать. Я… Если ты начнешь рассказывать своим родным, давай ты вот сегодня расскажи там своим родным, и как ты думаешь, что они тебе ответят? Думаешь, они будут в восторге? То есть, сделай такую прививку. То же самое люди, которые тебя привыкли видеть там в эпостаси учителя, там, врача, бухгалтера и так далее. И ты начинаешь говорить про сетевое, и они как бы не понимают. Поэтому они отказываются. Они говорят, что с ума сошла? Да, да, да. Я педагог. Ты что, ты педагог? Ты куда ушла? Ты с ума сошла? Еще к слову о наставниках, да, в помощь своей структуре вот очень важно никогда не делать такую вещь. Звонить вместо партнера. Приходить на встречу вместо партнера. Только вместе. Вот только вместе. А если он не может отложить? А если он не может, значит, выбрать время, когда он может. Ну, конечно… Не, но и ситуации разные. Если правил бывают исключения, например, человек уже стоит с чемоданами на Московском вокзале, я звоню, Оля, я на работе. У меня уезжает человек, он может зайти на 20 минут, быть другом выручен. Ну, вот такая ситуация возможна. Она возможна. Ну, во-первых, Оля знает, что я провела бы презентацию, если бы не эта ситуация, да. А когда человек месяц не проводит, не может сам провести презентацию. Второй месяц не может сам провести презентацию. Третий. И он говорит, все. Ну, вот там одна женщина. У меня был такой партнер. Он дает телефон и говорит, вот эта женщина хочет там что-то купить, какие-то БАДы. Позвони ей. Ну, а что вы говорите? Ну, вот… Ну, а что вы говорите? Я первый раз не проделась. Ну, а второй раз я сказала, что это ваш бизнес. Вы ее делите. Да, вы его делите. Да, я могу звонить вместо вас. В крайнем случае, если ваша женщина хочет у меня проконсультироваться, пусть она будет звонить. Ну, а что вы говорите? Да. И еще одна вставность, да. Про то, когда люди не хотят проводить встречи с наставниками, но хотят, что сами. Я им объясняю, что вообще сетевой предприниматель – это профессия, да. И есть определенные навыки. Навык приглашения, навык проведения встречи, навык… И если ты сейчас без моего участия начнешь приглашать, проводить встречи, я ему предупреждаю, что будут сплошные отказы. Поэтому давай так, либо мы с тобой вместе начинаем. То есть ты, например, начинаешь приглашать по телефону на встречу при моем участии. То есть я буду слушать, и мы с тобой откорректируем. Потому что каждый раз все индивидуально, да. Но я тебе помогу правильно это делать, и ты сформируешь свой навык приглашения. Давай это будем делать вместе. Пожалуйста, не делай один, потому что ты насобираешь отказов, и потом бизнес тебе будет неинтересен. Потому что это выход из зоны комфорта и разочарования. Есть еще такой момент один, тоже вот наставничество. Ну, мы же все разные. Кто-то пришел с большим сетевым опытом, а кто-то врач, а кто-то предприниматель. И у нас у всех есть свои какие-то навыки уникальные. И, конечно, большое искушение эксплуатировать эти уникальные навыки для достижения лучших результатов. Но может получиться такая история, что, ну, там, например, ты врач, я не врач, да. Ты там про ВАДы или про генетические тесты так здорово рассказываешь, а я так не умею. И что, у меня уже стопор, у меня уже страх, либо там, смотрите, приходите к моему наставнику, и я сама уже не буду развиваться, потому что меня пригласили в бизнес с такой вот посылом, что вот, ну, мой наставник знает что-то эксклюзивное. Вот у вас будет гораздо лучше развиваться бизнес, если вы будете совершать простые действия. Даже если вы врач, и вы знаете все про генетику, пригласите партнеров на салфетки, ну, грубо говоря, на бизнес, ну, не на салфетки, на бизнес. Вот расскажите бизнес, расскажите потом уже свои заслуги, потому что вот только дублицируемые действия в бизнес, и это приводит, вот простые, простые движения. Вообще сетевой маркетинг – очень простой бизнес. Это надо донести структуру, что не надо ничего изобретать, не надо там какие-то проводить сложные тестирования, это все шоу. Там, гадания, тестирование, там, не знаю, составление программ – это все шоу. Это все здорово, это замечательно, это такой клиент-ориентированный сервис, который тоже должен быть. Но на бизнес, вот, простые действия, которыми вы обучаете людей, все. Вы создаете миллионный камп. Потому что, да, вот как вот девушка сказала, у нее есть партнер, который маникюр. И к ней постоянно клиенты идут. А я не маникюр, я в деревне живу, ко мне клиенты не идут. Как я подпишусь под эту девушку, которая маникюром занимается? Я когда занималась в сфере обслуживания, работала, мне тоже все, я пыталась приглашать в этой сфере обслуживания людей в бизнес, потому что у меня много людей было. Они мне говорили, ну хорошо, ты нас здесь приглашаешь, а мы-то где будем? А мы-то где будем людей искать? Да. Я отказалась от этого идти. А на потребление? А на потребление? Я рассказывала, я продавала, конечно же, это все, да. И я приглашала все равно. На потребление. Да. И я приглашала и на бизнес, и на все все. Но, да. Но вот это другое дело, что умеешь говорить, не умеешь говорить. Есть такие навыки, которые можно обучиваться. Да. Есть люди с очень низким уровнем энергии, не тяжело коммуницировать в принципе. Энергию можно поднимать. Энергию можно поднимать. Можно научиться говорить. Можно научиться танцевать. Есть такие обучаемые навыки, но даже можно обучиться специальности за недорого, например, волеолог, да, и что-то там разбираться в БАДах каким-то более лучшим образом. Но это все направлено опять же на продажу. Потому что вся ваша структура не пойдет учиться на волеолог. Это ваше личное. Если вам интересно, и вы хотите продавать БАДы, продавать, да, продвигать. Ну, или выступать как на сайте. Вот просто, очень просто. 50 единиц личного объема. 5 человек в первую линию в месяц и дублицировать эту структуру. Изучая маркетинг, изучая продукт. Пользуемся. Пользуемся продуктом. Все, что может быть проще. Я не знаю. Все, ну, не нужно изобретать велосипеды. Вот тот самый Дон Фейла, который уроки на салфетках, этим уроком уже знаете сколько лет? Он лет 60 этим уроком. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось в подобном мире. Все осталось то же самое. Ну, появился интернет. Он не был факс. Да. Появился интернет. Появилась работа в интернете. Я хочу сказать, что в интернете тоже нужно коммуницировать с людьми. Ну, да. Сначала в реальной жизни нужно научиться этим навыкам, а потом транспортировать. Даже если к вам приходят люди, ну, как-то там через сайт, да, вы создали, или там какую-то воронку, или соцсети. Вот человек поскучался, написал, я хочу. И что? Ну, давай. И тогда с ним надо связаться по скайпу, по звону, там, по телефону, лично встретиться. Обязательно. Те, кто сидят вообще в интернете. Ну, вот, я не знаю, помните, да, на Лидерском, в Москве выступала эта женщина. Не помню, какая она была. Она работает только в интернете, потому что у нее кто-то там дом парализованный лежит. Она не может из дома выйти. Ну, это Чепчак. Чепкевич Лилевич. Да. Академия интернет-сетевикана. Да. И она говорит, что это адов труд. Что это на самом деле так. Если вы в реале, в обычной жизни, вот где-то что-то накосячили, допустим, вы сидите, и что-то там переговоры пошло не так, или вы там что-то одели, ну, как-то там что-то поулыбались, показали какие-то эмоции, перевели все в шутку. В интернете так не прокатывают. Это вообще. Интернет люди вообще по-другому воспринимают. Просто в комментариях люди ссорятся на ровном месте, потому что кому-то показалось написанное слово «бомбовато». Хотя в нем ничего такого не было, но кто-то воспринял так. Интернет – это очень сложная вещь. И надеяться на то, что я там курсы закончу какие-нибудь миллионы, 300, ну, это слуха. Все равно личная, все равно нужна будет личная встреча. Научиться. Научиться. Вот. Ну, в общем-то, да, и еще такой маленький самый нюансик остался – это выстраивание взаимоотношений в структуре. Потому что взаимоотношения в структуре надо выстраивать. И желательно, чтобы это были отношения взрослых людей. Вот, взрослых, ответственных людей. Потому что мы все играем разные роли по жизни, и очень часто наставники грешат такой материнской ролью. Не все, но бывают взрослых. Взрослых людей, да, отношения взрослых людей. Двух взрослых, ну, всех, всех, мы всех, всех взрослых людей. Вот. Потому что, чтобы не было такой какой-то гиперопедии в своей структуре. Ну, договариваться на берегу. Да. И, ну, мы же все очень разные, да, и кто-то, и, может быть, у вас в структуре будут такие люди, которые, там, ну, я настал, я сказала ей так сделать, а она не сделала. Какие-то обидки и все. Это, вот, неправильно. Это, ну, это не взрослых. То есть нужно не брать на себя роли мамы, роли ребенка, тем более, что делайте так, на нема все. Вот, как измучить. Все взрослые, каждый пришел сюда за своим интересом, каждый в этом интересе развивается. Все. 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 Все.